Грузовик протаранил жилой дом в Ачском районе. В грузовике в этот момент никого не было, а вот в доме находились люди, 6 человек. Выжили они просто чудом. Он задел угол. Видите, как он снес туда его? Столкнул. Вот. Внучка сидела вот здесь в углу, в кресле, вон на том, с нога, в том углу. Они что-то там поделать какие-то делали, еще доделывали. Вот. И их выкинуло. Вот, ударом. Вот. Сын лежал на полу с внуком, потом он его только переложил на диван. Вот. И в это время пошло дальше. Поставил машину. Ручник, все дела. Пока ходили по нужде, машина уехала. Я не знаю, по ходу, либо воздух ушел. Вот. Вот здесь есть ель большая стояла. Он уехал в ель, проехал между вот столбами и сюда. И задел прямо в угол. Дом разрушил. Каким-то чудом они все выжили. В общем, все было на грани, на грани жуткой ситуации. На грани смерти. Елка нас спасла. Он же вот шел. Вот. Вот где стоит машина красная. Он вот так шел. Вот елка была. И он туда бы ушел. Как раз в середину. Всем хотелось бы. И мы же не успели выскочить бы. Моей вины нет. Был бы я за рулем, сидел бы. Было бы по-другому. Я что-то бы успел сделать. А машина ушла сама. Водитель всегда виноват. Я 43 года за рулем тоже. Водитель всегда виноват. Ну вот он поставил наручник. Наручник. Вот видите, я поставил кирпич. Вот. А раньше до этого я тоже не ставил ни кирпич, ничего. Вот. Это наша авось. Это техника безопасности, грубо говоря. А тем более такая дура была. Она пустая, 11 тонн. А он груженый был. А наклон видите какой. Машина сильно пострадала. Восстановление подлежит. Серьезно? Ну, посмотри. Да, в этой ситуации всех жалко, конечно. У него трое детей. Конечно, жалко. Все люди. Каждый по-своему переживает, по-своему страдает.